Здравствуйте! Хочу сегодня рассказать вам, как можно легко пробивать кожу в ремнях, в ремешках сумочки, в различных кожаных, значит, таких тоненьких кожах. Значит, у меня уже было видео, где я пробивала в ремне дырки. Вот у меня тут мои многострадальные ремни, которые я тут, видите, какие красивые набила. И делала я это с помощью вот такого вот пробойника. Очень хорошая штука, которая всегда выручает, но один недостаток, чтобы разный диаметр дырочек делать, нужно таких пробойников иметь много. Ну и еще одно неудобство, что вещь очень маленькая и легко потерять. И вот мне попался на глаза вот такой вот инструмент. Я его сразу купила, потому что я очень люблю инструменты, но и хочу вас сегодня с ним познакомить. Те, кто занимается кожей, конечно, у них такие инструменты есть, наверное. И мое видео, значит, это не для них, и оно их ничем не удивит и так далее. Но кто решил заниматься, значит, кожей, делать кошельки, ремни, браслеты, значит, мое видео будет для вас интересным, потому что без вот этого вот инструмента вам будет не обойтись. Значит, называется просекатель отверствий револьверного типа. Револьверный, это у него вот такой барабан, который крутится, правда, только в одном направлении. Я пыталась во вторую сторону не крутиться. Значит, здесь есть ограничитель. Вот так, видите, маленькая дуга получается у нас. Здесь мы его отгибаем, и у нас вот получается такой вот хороший захват. Значит, здесь у нас всего получается от двух до четырех с половиной миллиметров дырочки. Вот такие вот отверстия. Ну, давайте не будем долго разговаривать. Я вам покажу, как этот инструмент работает. Вот уже кожаный ремень достаточно, смотрите, он толстый. Ну, тут наша задача, вот эти две дырки я пробивала на прошлом мастер-классе, вот этим вот пробойником показывала, как это прекрасно делается. Вот, а теперь мы давайте сделаем, ну, давайте вот здесь мы сделаем очередную дырку. Это на то, что, как говорится, ремень на похудение, мы укорачиваем его. Ну, какая у нас здесь дырка, давайте посмотрим. Это много, много. Значит, что, наверное, это у нас сейчас, я так думаю, должно быть, вот так, три с половиной. Так, сколько мы промеряем? Да, наверное, будет три с половиной. Значит, мы должны то деление, которое мы с вами намерили, подвести вот под эту вот биту. Вот, теперь мы прикладываем наш ремень, находим намеченное наше место. И вот тут я берусь за кончики и хорошенечко сжимаю. Ох, какую здоровую дырку я сделала. Значит, здесь не три с половиной, а три. Вот, видите, какая ровная, аккуратная. Значит, как извлекается кожа, которая находится, теперь вот у нас здесь. Вот такую штучку я себе согнула из проволоки. И, смотрите, вот эти вот штырьки находятся одно напротив другого. Раз, и вытолкнулась вот эта вот кожа. Вот, смотрите, какой толщины наш ремень. Теперь давайте возьмем ремень чуть-чуть потолще. Вот он, ремень. Тут он двойной, и там еще какая-то прослойка идет. Я, когда делала в прошлый раз дырки, я смотрела. Значит, ну, раз мы постановили, что три с половиной много, давайте возьмем три. Намечаем нашу очередную дырочку. Вот здесь мы ее и сделаем. Так. Я берусь за самые кончики. И, смотрите, толстый ремень прокололся вообще без проблем. Мы берем нашу проволочку и выталкиваем наш кусочек кожи. Вот, посмотрите, какой толстый ремень мы с вами прокололи. Ну, и что говорить о... Значит, ну, давайте еще для... Вот в этой моей сумочке, в ремешочке сделаем дырочку. Я, когда-то мне нужна была дырочка, я ничего не нашла лучшего, чем проковырять ее ножницами, потому что отверстие этого пробойника было достаточно большое. Ну, давайте сделаем, наверное, два с половиной. Два с половиной сделаем. Ну, давайте где-нибудь вот здесь, потому что дырочка у меня уже хорошая. Раз. Видите, чем толще кожа, тем лучше пробивается. Смотрите, какая прекрасная, аккуратная дырочка получилась. Вот, опять вынимаем нашу кожицу. Вот, тоже видите, какая потолщина двойная здесь. Ну, и хочу теперь показать, что с помощью этого прибора на тонкой коже тоже можно делать чуть ли не узоры. Ну, значит, я вам покажу. Смотрите, ну, давайте два с половиной, так мы и сделаем. Эту кожу оно легко, конечно, кусает, но надо покрутить предварительно, чтобы вынималось. Вот, видите, очень легко, красиво делает. Так, вынимаем наши кожаные штучки. Так, не хочет. Но надо еще попасть в противоположный. Вот, вот, угнули. Давайте попробуем вдвое сделать. Берем вдвое. Без вопросов. Давайте попробуем сделать в четверо. Значит, у нас вот вдвое и еще раз вдвое. Попробуем сделать в четверо. Такое ощущение, что в четверо колет гораздо легче, чем вдвое. Смотрите, раз, два и три, четыре наших четыре дырочки. Так что, прибор всем рекомендую. Очень удобно. Стоит относительно недорого. Ну, и мастерите с удовольствием. Пусть все получается. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова